Борьба Я поняла, что мне нравится рисовать с самого детства. И так получилось, что это стало моей жизнью. Я рисую буквально сколько себя помню. Я никогда не помнила, чтобы я не рисовала. Я никогда не занималась чем-то другим. В детстве в семье было правило такое негласное, что ребенок должен чем-то заниматься. Как-то ни с музыкой, ни со спортом не сложилось. Поэтому живопись. И есть такие смешные вещи, как мама на карнавале. Или какие-то открытки с поросятами. И там было написано «Бабусяки от внучка». Такие вот были вещи. Ну вот что-то такое. Абсолютно детские рисунки, искренние, непосредственные. Вот это, наверное, самые первые. После школы вопрос, когда же был поступать. Так как-то, естественно, получилось, что, конечно, живопись. Хотя были варианты, я хорошо училась, слишком хорошо. Но, тем не менее, Академия искусств, художественный факультет, живопись. Я поняла, что пейзаж ближе всего для меня, наверное, с первых курсов Академии, учебы в Академии искусств. Как-то сразу это было понятно и органично. Хотя, честно сказать, мои первые пленеры давались мне тяжело. Я абсолютно городской человек и городской ребенок. И первые разы пребывания в деревне надолго, а не просто проездом, конечно, оставляли неизгладимые впечатления. Но, отглядываясь сейчас на них, я скажу, что скорее приятные. Поэтому вот как-то так и вышло. Само собой. Действительно, я себя не дрессировала на пейзаж специально, что сидим и рисуем деревья. У нас, на самом деле, так развита наша национальная школа именно с точки зрения пейзажа. Мне кажется, что идея самого пейзажа, в принципе, это настолько поэтичные вещи, что почти философские. Это те самые вечные образы. Это те самые вечные образы, которые не устареют, как мне кажется, никогда. Сейчас мы находимся у меня в мастерской. Это мое самое любимое место. И мне очень повезло, что у меня, в принципе, есть мастерская для молодого художника. Немножко похвастаюсь. Это редкость и в то же время большое счастье. Поэтому моя мастерская почти мой дом. Два места, в которых я бываю, скорее всего, чаще всего, это либо дом, либо мастерская. Поэтому это особенные, конечно же, для меня места. Сейчас здесь представлены и мои работы, те самые студенческие, которые так дороги моему сердцу. И в то же время все новые этого сезона. Я никогда не пишу лето-зимой или зиму-летом. Я всегда пишу в сезон. Стараюсь вдохновляться непосредственно в городе. И сам процесс пейзажа меня вдохновляет тем, что его надо переосмысливать. Я каждый раз думаю обо всем, что я делаю, в хорошем смысле этих слов. Я думаю про это небо, я думаю про эту землю. Я думаю про объекты, которыми я хочу дополнить конкретную работу. Я хочу, чтобы они были не пустыми, во всяком случае, для меня. Вот эта работа, это летняя еще работа, которая в остатках осталась. Я имею в виду, она переросла из маленького этюда в большой холст. Не все этюды постигают эту участь, но вот с этим этюдом случилось именно это. Это место под Раковом. Это самый чудесный вариант, если вы живете в Минске и очень сильно хотите поехать на этюды. Очень милый костел, церковь, очень приятное место и в то же время очень красивые природные мотивы. Конечно же, меня догоняли стереотипы про бедность художников, береты и шарфы. Да, у меня есть шарфы и билеты, с удовольствием ношу, но как-то вот в мастерской я в них не сижу. Конечно же, самый главный вопрос, а что же я буду есть, если я буду художником? Неужели вот так вот все и закончится? Слава богу, нет. И самое важное и самое ценное, что стоит знать, мне кажется, про все эти стереотипы, что художник — это очень энергозатратный процесс вообще, в принципе, и эмоциональный, и умственный, и даже физический на самом деле. Я так, у меня случилось, что я занимаюсь пейзажем в своей мастерской, но художник — это не только тот, кто рисует красками. Художник — это тот человек, который делает мозаику в храмах, это тот человек, который протравливает камни и железные плиты, чтобы потом сделать графику. Это все очень своеобразная жизнь. И вот это своеобразие, на самом деле, когда ты в него погружаешься, ты понимаешь, что все стереотипы скорее анекдоты, чем настоящая жизнь. Самая любимая моя часть в работе над пейзажами — это именно выезды на пленеры. И я туда езжу даже не столько за тем, чтобы увезти оттуда пачку холстов, я езжу за тем, чтобы привести с собой впечатление, привести с собой эмоции, которые я буду вспоминать еще несколько лет, возможно, даже больше. Поэтому именно пленеры — приятная компания, красивые места — это самое вообще лучшее. Бывают звезды сходятся, и действительно ты уезжаешь с работами, которые потом сложно даже отпускать. Иногда это бывает где-то грустно, но это светлая грусть всегда. Поэтому вот именно пленер — всегда это самое лучшее. Самые красивые и самые вдохновляющие места в Беларуси, на мой взгляд, это Неманщина, ну и родная Минская область, конечно. Это Столбцовский район, это скорее ближе к Минску, я имею в виду Раков, я имею в виду Астрашицкий городок. Это самые красивые места, мне кажется. Мое любимое место — это Николаевщина, это родина Кубоколоса. Это та самая заимка, Неманщина, высокий берег, очень красивые места. Я бы, наверное, даже рекомендовала людям, которые никогда не были в Беларуси, вот съездить, помимо наших серьезных и важных исторических объектов, обязательно съездить на Неманщину, вот именно туда. Какая-то вот, ну, намоленность места, вот без шуток. То есть это действительно так красиво, и там хочется быть. Это моя работа с студенческих времен, это триптих, который посвящен истории города Минска. Триптих, как часто бывают, заблуждаются и думают, что это просто одна картинка, которая порезана на три части. На самом деле это не так. Здесь три части, которые каждая рассказывает про историю моего города. Это первая часть о первом упоминании города Минска, начиная со слова о полку Игореве. Вторая часть, девушка приглашает нас в эту историю, она отодвигает эту завесу тайны, приглашает нас посетить ее город. И мы уже видим первый Минск в сепии, будто старые фотографии. И третья часть, когда история отходит, и уже больше настоящего, возможно, даже будущего, современный город, современный Неминго. Эта работа особенно ценная для меня. Она получилась почти стихийно, но так удачно, что мне кажется, что я не могу с ней расстаться. Я очень люблю все свои работы, но, тем не менее, всегда предполагаю, что каждый из них найдет дом. Во всяком случае, мне всегда так хочется думать и верить на мое счастье. В большинстве случаев так случается. Но именно эта работа, как будто бы я не хочу ее отпускать. Так случилось, что я занялась наукой и абсолютно никогда об этом не думала настолько серьезно, хотя я из семьи ученых, но, тем не менее, абсолютно другой ракурс. Но сейчас он мне так нравится, и сейчас уже я счастливый аспирант. И моя тема исследований, опять же, неожиданная для меня, хотя я сама занимаюсь живописью, изучаю я вопросы скульптуры. И это самое интересное оказалось, ну, во всяком случае, сейчас, мне так кажется. Я изучаю скульптуру в городской среде. Соответственно, я изучаю новые формы и новую пластику, которая у нас появляется. Мне очень повезло с моим отделом, где я работаю. Это отдел архитектуры, опять же, вроде бы живопись, а тут и скульптура, и архитектура. Но именно синтез вот этих пластических искусств, мне кажется, что это самое интересное, интереснее, чем живопись. Я изучала скульптурные парки и скульптурные группы. Мой самый любимый вариант, как я считаю, скульптурного парка, это парк Янки Купала, именно рядом с цирком. То есть стоит его непосредственно постамент, а дальше он продолжается аллеей, на которой размечен фонтан, и девушки, которые пускают венки. Очень поэтично, очень красиво живут в природной среде, и тем не менее город все равно просматривается через это. Решено в масштабе, решено в материале. Ну, для меня, мне кажется, это самый удачный синтез вот именно архитектуры и скульптуры, то есть еще и природного какого-то пространства. Мне кажется, что это самое интересное. К скульптурам из разряда Ленина и Калинина я отношусь как к каким-то следам истории. Это были ответные исторические события. Конечно же, это не могло быть по-другому. И я считаю, что на самом деле правильно, что они сохраняются. Не везде, частично. Но, тем не менее, это след эпохи. Почему нет? Сейчас идет, к сожалению, такая тенденция сносить памятники и тех же Ленинов, и тех же безымянных солдат. К сожалению, я считаю, что, к сожалению, это все-таки творческие объекты в большинстве своем. Конечно же, есть и типовые вещи, но, тем не менее, это затрагивает и семантику вопроса. Это очень важные вещи все равно остаются в истории. Это символы того времени, поэтому мне кажется, что убирать их и уничтожать – это не очень правильно. Рисовать пейзажи всегда трудно, но это трудности, преодолевая которых, ты, мне кажется, наполняешься чем-то таким, что заставляет двигаться тебя вперед, идти дальше. Если бы все было так просто, как просто научился рисовать дерево и рисую его теперь везде, к сожалению, это не так. Во всяком случае, у меня. Я всегда стараюсь передать именно состояние, именно природный мотив, который есть сегодня. Поэтому деревья не должны быть одинаковыми, не бывает никогда одинаковых. В одной поездке у нас случился с друзьями смешной случай. Это было в Батуми, и мы думали, куда же пойти вечером – встретить закат на фуникулёре или пойти посмотреть старую синагогу. В итоге мы успели и туда, и туда, и встретили закат, и посмотрели старую постройку. Но потом у нас случился забавный разговор. Если бы не было этой ситуации, то что бы вы, в принципе, выбрали – пойти посмотреть на закат или на старую архитектуру? И моя подруга сказала, что, конечно же, посмотреть на архитектуру, ведь закаты всегда одинаковые. Я немножко обиделась, но, скорее, в хорошем смысле. Закаты никогда не бывают одинаковые, пейзажи никогда не бывают одинаковые. Стоя на одном месте в один час, и, закрыв глаза, и, например, вы придёте туда через два часа – это два абсолютно разных состояния, два разных места. Это всегда то, что меняется. Меняется солнце, меняется свет, меняются облака, всегда меняются листва, дрова. Всё меняется. И поэтому самое ценное именно в пленерных впечатлениях, в пленерных эмоциях – это словить момент, словить вот это состояние. Вот это самое важное. Когда я готовлюсь к работе, к любому холсту, я всегда понимаю, что эта работа не моя. К сожалению, это такая параллель, как, мне кажется, можно провести с родителями и детьми. Они самые любимые, самые лучшие. Но вот чем дольше они с вами, тем скорее вы их отпустите. То есть, ну, это всегда так происходит. То же самое и с моими работами. Я люблю каждую свою работу. Но я всегда искренне радуюсь, когда работа находит дом, когда работа находит стены. Это самое приятное для меня. Когда я знаю, что моя работа в хороших руках – это самое лучшее вообще. Это то, ради чего всё и делается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова